В арабском мире сдержанно встречена победа Билла Клинтона. Только Саддам Хусейн широко улыбался и стрелял из пистолета в воздух, ликуя по поводу поражения Буша. Приветствую, дорогие друзья. В 1991 году на митингах в Москве демократически настроенные демонстранты окрестили Горбачёва Михаилом Сергеевичем Хусейном, подразумевая слишком авторитарный, на их взгляд, стиль правления президента СССР. Однако сам Саддам Хусейн вряд ли согласился бы с подобным сравнением. После начала операции «Буря в пустыне» президент Ирака в сердцах обругал Михаила Горбачёва. Поддержка операции США против Багдада стала одним из самых неожиданных кульбитов советской внешней политики начала 1990-х годов. Летом 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн обвинил эмира Кувейта в воровстве нефти из пограничных месторождений. Не тратя времени на переговоры диктатор приказал армии перейти границу соседней страны. 4 августа при поддержке оккупантов была провозглашена эфемерная республика Кувейт, а уже к концу месяца Ирак аннексировал её, обратив свою 19-ю провинцию. На международном уровне Багдад всячески отстаивал свои исторические права в отношении Кувейта. Саддамовская авантюра являла собой классический пример захватнической войны. Для разрешения именно таких ситуаций в своё время создавался Совет Безопасности ООН. Но для руководства СССР было непросто выработать позицию в отношении агрессора. Советский Союз и Ирак были настолько близки, что историк Владимир Бессонов даже назвал Саддама Хусейна чудовищем, которое выросло на наших советских дрожжах. Идеологические позиции партии арабского социалистического возрождения, которые возглавил Саддам Хусейн, поначалу тяготели к марксизму. Однако после нескольких недружелюбных шагов иракский президент в советских публикациях превратился из товарища в господина Хусейна. Тем не менее, страны активно сотрудничали. По состоянию на 1990 год в Ираке находилось 5000 советских специалистов с семьями. Поддержав Саддама Хусейна в кризисной ситуации, Горбачёв мог бы заполучить мощного союзника на ближнем Востоке. А это, в свою очередь, дало бы СССР козырь в нефтяном противостоянии с государствами Персидского залива. Ведь именно действие арабской монархии по обрушению цен на чёрное золото в 1985 году спровоцировало экономический кризис в Советском Союзе. Поставленный перед трудным выбором Михаил Горбачёв в очередной раз проявил новое политическое мышление, которое, впрочем, было не таким уж и новым. В худших советских традициях идеологические принципы он ставил куда выше национальных интересов и геополитических соображений. Только теперь вектор идеологии развернулся на 180 градусов. Политика Горбачёва уже привела к падению Берлинской стены и крушению Восточного блока в 1989 году. Но президент СССР продолжал идти по пути односторонних уступок Западу, надеясь, видимо, на какие-то ответные услуги в сложной ситуации. Не исключено, что им двигало чистолюбие и желание снискать лавры миротворца лично для себя. В последствии Горбачёв получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. Ситуацию облегчало то, что в глазах мирового сообщества Саддам Хусейн выглядел стопроцентным плохишом. В августе 1990 года в аэропорту Внуково министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварназа и госсекретарь США Джеймс Бейкер зачитали совместные пресс-коммунике с осуждением действия Ирака. Американский дипломат связывал с этим событием окончательный перелом в советско-американских отношениях. Через полвека после того, как Холодная война началась взаимной подозрительности идеологического пыла, она испустила последний вздох в терминале аэропорта в пригороде Москвы, утверждал Бейкер в мемуарах. Благодаря совместным усилиям СССР и США, 20 ноября 1990 года 11 членов Совбеза ООН поддержали антииракскую резолюцию, два, однако, проголосовали против. Среди них был Йемен и, что более симпатично, старый советский союзник Куба. Коммунистический Китай от голосования воздержался. Советский Союз не только показал единственное мнение с капиталистическим миром, но и решил припугнуть Хусейна. 30 ноября Шевернадзе заявил, что Москва не готова направлять свои войска в зону Персидского залива, но если пострадает хотя бы один советский человек из тех, кто находится в Ираке, последствия будут самыми серьёзными. Резолюция требовала от Саддама Хусейна вывести войска из Куэйта срок до 15 января, но он не подчинился. Тем временем Горбачёв начал понимать, что в случае военной операции триумф победы целиком достанется Америке. Когда срок ультиматума Ираку истёк, советский президент пытался уговорить Буша-старшего не торопить события. Но уже 17 января коалиция войск США, Великобритании, Саудовской Аравии и других стран ударила по Багдаду. Обратившись по этому поводу к советскому народу, Михаил Горбачёв выразил глубокое сожалению, что не удалось избежать военного столкновения. Саддам Хусейн прекрасно понимал, что если бы Горбачёв наложил вето на резолюцию ООН, войны бы не было. Поэтому, когда на Багдад посыпались бомбы, президент Ирака обрушил гнев не только на дьявола Буша, но и на его московского коллегу. По версии газеты New York Times, Саддам назвал Горбачёва мошенником. «Он обманул нас. Я знал, что он нас предаст», заявил Хусейн своему окружению. Впрочем, Горбачёва мнение ближневосточного диктатора не волновало. Его отношение к Хусейну нельзя назвать иначе, чем пренебрежением. «Что там твой Саддам, сбежал уже или ещё хорохорится?» – спросил советский президент у дипломата Евгения Примакова, когда тот вернулся из разрушенного Багдада в феврале 1991 года. Шанс, пусть и символистически, отомстить Горбачёву представился Саддаму Хусейну в августе 1991 года, наряду с мемуарами Каддафи президент Ирака был одним из двух мировых лидеров, поспешивших признать отстранение Горбачёва и переход власти ГКЧП. Рогат Хусейн, дочь бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, опубликовала в Твиттер последние слова своего отца, которые он сказал за четыре дня до своей казни 30 декабря 2006 года. «О, уважаемые люди, я доверяю свою душу вам и милосердному Господу, который не разочаровывает честного верующего. Аллах велик». Таковы были предполагаемые слова иракского экс-лидера. К сообщению была добавлена подпись «Саддам Хусейн, президент республики и главнокомандующий вооруженными силами». «Я надеюсь, дорогие ираксы, что наше видение более безопасного и стабильного Ирака будет расширяться», – сказала она. Она также упомянула, что лидерство ее отца в Ираке проявилось в том, что он защищал арабский мир от иранских экспансионистских амбиций. После публикации текста, который был сделан накануне 12-й годовщины казни Хусейна, аккаунт Рагад, который живет в Иордании с момента вторжения США в Ирак в 2003 году, был заблокирован. Хусейн, занимавший пост президента Ирака в течение 24 лет, был повешен в первый день Ид Аль-Адха. Священная дата для ислама переводится как «празднование жертвоприношения» по просьбе тогдашнего премьер-министра Нури Аль-Малики. «Я знаю, что на вас надавили, и мне больно от того, что мне приходится противостоять одному из моих людей. Но речь не обо мне. Давайте это уясним. Речь не обо мне. Речь об Ираке. Все, чего достиг Ирак, разрушено, раздавлено американскими танками». Суд постановил приговорить обвиняемого Саддама Хусейна Аль-Маджида к смерти через повешение. «Да здравствует страна! Да здравствует народ! Долой предателей! Долой захватчиков! Велик Аллах! Велик Аллах! Горите в аду вы и ваш суд!» «Папа!»